Александр Ройбурд, художник. Добрый вечер. Здравствуйте. Там сегодня было событие, на самом деле. В Одессе снимали с дюка «Украинский флаг». Ну да. Не знаете? Но, тем не менее, мне есть чем поделиться. Я за это время всех этих перипетий побывал в Одессе, в Coworking Hub. Там была встреча с, я бы сказал, адекватными людьми, одесситами, которые очень позитивно мыслят и думают о будущем в нормальном включении, возвращении в Советский Союз. Таких большинство подавляющее. Так вот, в этом и состоит мой вопрос, господин Ройбурд. Я был реально потрясен тем, что там проходят многотысячные акции и вечером не устану рассказывать эту историю, когда уже на Дерибасовской уже не акция, уже день прошел. Уже просто гуляя, там молодые люди держали в руках украинские флажки. Хотя по городу иногда там орудуют какие-то банды этих вот, как они называют, колорадов, которые сбивают сторонников Единой Украины. Когда произошло вот изменение мировоззренческое в Одессе? Вот меня это интересует в первую очередь. Поскольку это стало некоторым сюрпризом. А теперь все, кто говорят Юго-Восток, Юго-Восток, а Юго-Востока нет. То есть есть просто Донбасс теперь и более спокойный Юг. Ну, знаете, Одесса никогда не была такой, как Донецк. Никогда. Одесса была предельно политична. Одесса не касалась Одессы, Одесса как-то вот наперемалась, она держала дистанцию. Была достаточно немногочисленная прослойка людей, которые были активными сторонниками проукраинской линии. Да. Была примерно такая же численно группа сторонников русского мира. И подавляющее большинство вообще не интересовалась политикой. Пока политика не заинтересовалась ими. Но внешнее проявление. Партия Маркова Родина. Забеливание вот украинского орнамента на Дерибасовской, там где надпись «Я люблю Украину». Вы понимаете, это процентов 10 населения. Памятник Екатерине. А что такое памятник Екатерине? Ну, инициативы были. Его поставили, вернули вот там. Правильно сделали. Правильно сделали. Но это трактовали. Это наша история. Это наша история. Понимаете, у одесситов совершенно другая картинка мира, чем у львовянина. Никогда в Одессе и во Львове одинаково памятники Екатерины и Бандере восприниматься не будут и не надо. Украина достаточно разная. Для того, чтобы в ней уживались какие-то локальные мифы. Екатерины для, может быть, там, левобережной Украины или правобережной Украины – это душительница свободы, разрушительница сети, закрепостительница крестьян. Да, и тут же перекрепила украинцев к земле. Для Одессы это основательница города. Это миф о Золотом веке. Блистательное царствование. Потемкин, Дерибас. Вокруг памятника, педестала памятника Екатерины стоят ее фавориты. В общем, как Одесса любит, так, чтобы побогато. Ну, кстати, хорошая скульптура. Вот там до этого стоял памятник Потемкинса. Помню. Бывали, видели. Убивал площадь. А этот памятник собрал площадь. Он ее просто организовал. Но это никогда не воспринималось, как символ русской монархии. Большинство. Это в Одессе так не воспринималось. Да. В Одессе это не… Вы же понимаете, но есть же наши… Теперь я не знаю, как их называть. Ну, в России-то… О, в Одессе памятник Екатерине поставили. Ну… Наше, мое, мне надо. Что, непонятно, маркер какой-то срабатывает документарный. Ну, в Москве стоит памятник Шевченко, да? Там многим стоят памятники. Мало ли кому стоят памятники. И там даже Ленину в заре лежит. Ленину в заре лежит. Понимаете, Христос воскрес, а Ленину нет. А вы знаете, вот… Одно дело, памятники Ленину, которые маркировали территорию Совку. Да. Сейчас они остались именно так и промаркированы в Украине, на самом деле. Да. В Одессе, кстати, есть памятник Ленину. Я знаю. Да. Историю, как его разбирал Гурвиц, как его собирали, я знаю. Правильно. Кому очень надо, минут за сорок доедет туда, положит цветочки. Вот. Людям глаза он не мозолит. Если бы Киевского Ленина куда-то на Левый берег перевезли, может быть, там бы он никому и не мешал. Не думаешь, радовались бы жители Левого берега? Ну, ради Бога, какой-то парк поставили, где его никто не видит. Дело же не в Ленине. Дело в том, что вот в Лондоне стоят ряд памятников историческим фигурам под парламентом. Там стоит Карл I, которому отрубил голову Кромбель. Рядом стоит памятник Кромбелю. Рядом стоит памятник Чарльзу II, который восстановил монархию, вырыл из могилы труп Кромбеля и не то повесил его, не то обезглавил. В общем, разделался с достойными противниками. Потом его свергла Аранская династия или Ганноверская династия, я уже не помню. Стоит памятник представителей другой династии. Они не идеологизированы. Точно так же в Одессе памятник Екатерины не идеологизирован. Это игра в миф о Золотом веке. Все. Ну это как привоз, да. Да. Понимаете, но на самом деле с памятниками тугая история, поскольку… Я категорически… Одесса будет категорически против сноса этого памятника. Он там стоял. Он там стоял. Я говорю про маркеры, которые кто-то может воспринимать. Да пошли они со своим восприятием. Куда? Туда, куда их зовет. Да. Я говорю, смотрите, тугая с памятниками, потому что когда-то у меня в студии, не здесь, а в другой, был то ли представитель коммунистической партии, то ли партии регионов. И мне этот представитель говорил, понимаете, памятник Бандере, скажем, это как памятник Карлу XII стоял бы в Швеции. Он там есть, в Стокгольме. У меня есть даже фотография черно-белая в моем альбоме около памятника Карлу XII. Да, ну то есть вот туговато. Когда-то Выдрин сказал про Бандеру и Ленина такую несколько циничную, но милую фразу о том, что, если смотреть по памятникам, такое впечатление, что на западе поклоняются региональному башку Бандере, на востоке региональному башку Ленину. Это культ. Это объект культа. Есть доля правды в этом, на самом деле. Да. Так вот, Екатерина, Одесская Екатерина, она не является объектом религиозно-политического культа. Хорошо. Давайте вернемся к тем, собственно, вещам, которые меняют мировоззрические. Одесская интеллигенция все это время эволюционировала от такой позиции над схваткой к пониманию того, что надвигается ухудшенная версия тоталитарного Советского Союза. Чем ближе становилась эта перспектива, тем больше властители дум начинали нервничать. И те люди, которые еще несколько месяцев назад стремились как-то примирить различные точки зрения, сохранить какую-то метапозицию объективную, сегодня они гораздо более однозначно настроены. Я не хочу называть имена, но люди, которые никогда не были замечены в таких вот проукраинских симпатиях, сегодня очень проукраински настроены. Вообще, любой приличный мыслячий человек, если он не идиот, понимает, чем грозит Одессе о попадании в орбиту влияния России. Возможно, потому что рядом с Одессой и Приднестровью есть яркий пример. Ну, о Приднестровье мало кто думает. Люди помнят, что такое совок, люди туда не хотят. Люди хотят в Европу. Одесса в Советском Союзе была проевропейским городом. Да, но настолько в беспорядочном состоянии она была в Советском Союзе. Реально. То есть это был город, мусорка такая большая. Это мои воспоминания, когда я там бывал еще в 1900, дай Боже, в 80... В каком? А вот я забыл, честно говоря. Я помню, в 70-е годы. В 84-м. В 84-м. Ну да, тогда было бы не менее прилично. Понимаете, город очень прагматичен. В свое время была такая местная большевичка Елена Соколовская. Это родная сестра первой жены Льва Давыдовича Троцкого, которая пыталась в Одессе организовать триумфальное нашествие Великого Октября. Вот. Пыталась, пыталась, и потом написала Ленину, что... Что она там пыталась сделать. Что одесский пролетариат настолько буржуазен, что без денег здесь революцию не сделаешь. Вот нам нужны деньги, чтобы покупать там у мишки япончика бомбу, потому что так он не дает. Слушайте, может быть, это еще один миф просто на самом деле. Что? Вот каждый раз, сталкиваясь с разными людьми из разных регионов, слышны одни и те же стереотипы, да, например, там Донбасс такой, Одесса вот такая. Но когда в реальности сталкиваешься с людьми, то люди оказываются, в общем-то, все одинаковыми. Я говорю... Нет, люди, конечно, все одинаковые. Но, тем не менее, над каждым городом висит вот эта вот сетка стереотипов. Орел, вы имеете в виду какой-то? И она работает. Может быть, мы становимся заложниками как раз этого, этих стереотипов, то, что и стало сейчас причиной происходящего в Донецкой области? Вы знаете, я не знаком с ситуацией в Донецкой области. Я знаю Одессу. Я знаю, что Одесса была... Вы гражданин же Украины. Да. Видите, и вы не знаком с ситуацией. Я не знаком с ситуацией. Я не укоряю вас. Я как раз на вашем примере хочу показать всем остальным. Вот так Донецк обиделся на Одессу. Я не обижаюсь на Одессу. Нет, нет. Это не упор ни в коем случае. Я догадываюсь, что в Донецке есть вполне вменяемые люди. У меня там никогда не было дел. Вот. Просто мы даже внутри одной страны нашей, одной страны, мы не имеем диалога даже в мирное время фактически. Ну конечно. Я об этом хочу сказать. Меньше месяца назад впервые побывал в Тернополе, допустим. До этого никогда не был. В Донецке я один раз был в Артемовске, где соляные шахты. Да. Это Дорубавский симфонический оркестр. Да, да, да. Нас привезли. Я там забыл в шахтерской робе, которую нам дали, кошелек с 200 долларами. Вот. И нас увезли. Я съездил. Я знаю, что в Донецке есть фестиваль изоляция. Да. Ничего другого. Сейчас проходит, кстати, там фестиваль современного украинской литературы в Донецке. Вот сегодня открылся. Да. Я с этим всем с изоляцией не связан. А больше, когда в Донецке, ну, у меня нет никаких зацепок. Окей. Скажите. Вот мой приятель, допустим, друг, там, Василий Арбузов сейчас там… Да. Ну, он советник у губернатора, да. Советник губернатора и активно занимается какими-то действиями по противодействию Колорадам. Вот это все, что, ну, старую-то я встречал. Скажите, вот если мы говорим о мифах, как вы воспринимаете Донецк? Я не… Я не знаю. Понимаете, я знаком с абсолютно меняемыми дончанами. Я читаю статистику. Я читаю… Я вижу, что ситуация, может быть, печальнее, чем в Одессе. Но ненамного. Я считаю, что большинство людей все-таки нормальные, адекватные и вменяемые. Что за все это время массированной атаки ФСБшной, когда рядом стоит российская армада, а триумфального такого вот проникновения России не произошло, что этим занимаются маргиналы и проникшие агенты ФСБ… Скажите, можно ли через культуру повлиять на политическое поле? Можно. Каким образом? Какой вот есть пример? Это был мой вопрос. Эффективный пример. Завтра с одного дня тут будет какой-то форум украино-российский. Да, завтра начинается. Марат Гельман. Он прекрасно помнит этот адрес. Когда-то он занимался политтехнологиями именно вот в этом месте. Ну, сейчас навернулся к своему основному бизнесу, слава богу, опять заняться искусством. И если вы пригласите его, он вам расскажет, как за год с небольшим из города Пермь, с которым ассоциаций было меньше, чем с Донецком, он сделал культурную столицу России. Для этого нужна была воля губернатора, часть, относительно скромная часть бюджета. Ну, о чем мы говорим, если сколько у нас зарыто в дороги, в мосты, в какие-то амбициозные инфраструктурные проекты. А это просто неощутимо на фоне этих затрат. Был отдан речной вокзал, потом Черкунова выгнали, сняли с поста губернатора Гельмана, изгнали из Перми, речной вокзал забрали. Но, тем не менее, было пустующее здание речного вокзала, вот у нас есть на Подоле. Речной вокзал, дайте его Гельману. Мы же не можем дать Гельману речной вокзал. Мы же представители Донецкой Народной Республики, где исправили. Может быть, в Донецке тоже есть речный вокзал, да? Там же есть речка Кальмиус. Есть речка Кальмиус, и есть даже правительство Донецкой Народной Республики. Я предлагаю все-таки Енакиеву лучше. Это такой более колоритный город. Енакиева, я не думаю, что у него есть потенциал стать культурной столицей Украины. Донецк – это большой город. Там есть деньги. Понимаете, я побоюсь сейчас высказать какую-то теорию, но если в городе есть свободные художники, там есть дух искусства, дух свободы, можно привнести всегда. Понимаете? Поскольку можно говорить, вот чистый, красивый город, Минск – чистейший город. Красивым я его назвать, но никак не могу. Это воплощение советской архитектуры и даже вот эта их новая библиотека, вот эта в стиле кубизма. И, видать, кто-то украл денежки, потому что там вместо зеркальных окон, они прозрачные, видно вот всю эту внутреннюю инфраструктуру. Может быть, это было задумано? Нет. Мне сказали, что было задумано как раз зеркальный куб. Я думаю, так даже лучше, что видна инфраструктура. Ну, неважно. Там не инфраструктура. Ну, панели, окна, как это все, вы понимаете, не то. Хотели как лучше получилось, как всегда. Да, хотели сделать зеркальное, сделали, ну, и они гордятся, конечно, вот этим вот. Но Минск, он холодный в плане свободы город. Там он теплый. Так там режим такой. Вот культивация вот этого. Понимаете, можно держать город в чистоте, но дух свободы отсутствует. Давайте заменим Лукашенко и Минск станет другим. Так это вопрос вот к местным элитам. Понимаете, Одесса специфичный город. Вот был Гурвиц, да, это некий такой бурлеск был, да. А вот потом… Ну, Гурвиц надо различать раннего, позднего. Различаю очень даже четко. Да. Вот. А, ну, Донецк, он как-то… Нету… Там и креативного мэра какого-то. Ну, вот если все будет хорошо… Бориса Джонсона… Если господин Таруто захочет, чтобы я Донецком занялся, я займусь. Опа! Мы ему передадим… Серьезное заявление. Мы ему передадим Василию Арбузову сейчас позвоним и сразу же это передадим. Привет, передадим Василию Арбузову. Спасибо за эфир. И тут же редактор наш Настя Станко пише… А сколько еще мест в мире и в Украине? Крым давать не будем. Ну, тут Настя… Настя как-то очень патриотично… Она из Ивана Франківская тут… Спасибо вам большое. Большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok